В чемпионате России наступил небольшой перерыв, связанный с играми сборных. Футбольный клуб Уфа отправился на сборы в Казань, где будет вести подготовку к очередному матчу против московского локомотива. У нас же сейчас есть возможность вспомнить фрагменты матча молодежной команды Уфы против сверстников из Ростова и послушать комментарии главного тренера команды Сергея Томарова. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok По самодаче никого вопросов нет. Владели преимуществами, я считаю, на протяжении всего матча. Создали много моментов. Другое дело, что не смогли реализовать. Забили всего один мяч. Хотя сопернику было, по сути, два голевых момента. Это в конце первого тайма. И когда Леонов сыграл, хорошо выручил нас. И в конце игры, когда они забили, я думаю, что игра удалась. И все-таки чего не хватило именно для победы? Потому что было действительно грандиозное преимущество Уфы, но все-таки как-то те же моменты не реализовали. И что? Ну да, я говорю, создали много моментов. Просто в завершающей стадии не забиваем. Сергей Квечетов там было легче забить, чем не забить. Но мяч пошел выше. Но это в футбол. Бывают такие моменты. Никакими претензий нет. И матч проходил в тяжелых погодных условиях. Шел сильный снег, ветер. Делали ли какие-то поправки на игру в связи с такими непростыми климатическими условиями? Да, я на установке сказал, что побольше били по воротам. Все-таки мяч скользкий. В ртале сложно реагировать, зафиксировать его. В принципе, что и удалось, когда забивал первый угол Игорь. Там рикошет, чуть скользнул. Ну и так. Говорил, чтобы играли повнимательно. Особенно в защите. Потому что, все раз говорю, сложный мяч. Сложный, скользкий мяч. Срок непредсказуемый. Ну, это примерно так. И в целом, как вам играется в Перми на стадионе «Звезда»? Стала ли эта арена по-настоящему домашней для уфимцев? Ну, что касается молодежной команды. Под моим руководством три игры уже сыграли здесь. Три раз сыграли в Ничью, с ЦСКА, со Спартаком, с Ростовом. Я думаю, все три игры нам удались. В принципе, по содержанию в первую очередь. И в какой-то степени можно сказать, что арена в Перми для нас приносит нам удачу. Но, с другой стороны, конечно, всегда хочется играть дома. Всегда хочется играть при своих болельщиках, ребятам. Когда приходят родные, знакомые. И какую-то поддержку ощущают. Не лететь, не размещаться. А приходить из дома на игру. И все-таки хотелось бы дома, конечно, побольше матчей проводить. Факультету физической культуры Башкирского государственного педагогического университета 25 лет. В связи с этим знаменательным событием в БГПУ был проведен небольшой турнир по мини-футболу, в котором приняли участие представители ФК Уфа. Ведь в составе нашего клуба есть немало выпускников этого славного вуза. А защитник футбольного клуба Уфа Вильям де Оливейро и на данный момент является студентом педуниверситета. Идет сейчас неделя спорта, посвященная юбилею факультета физической культуры. 25 лет. Очень много традиций и хороших событий произошло за эти годы. Мы подготовили 11 заслуженных мастеров спорта, 20 мастеров спорта международного класса, более 200 мастеров спорта. И факультет празднует таким образом. Каждый день проводится какое-то мероприятие. А сегодня, в четверг, у нас проводится футбол. Очень хорошая традиция у факультета физической культуры, у педуниверситета. Известная команда Башкирского государства педагогического университета имени Мистахидина Акмулы. Мы позвали всех наших ветеранов, футболистов, которые ранее учились, играли за нашу сборную и выпустились. Вторую команду мы пригласили из действующих наших студентов, которые будут играть. И третья вип-команда пригласили знаменитых профессоров, в том числе Геннадия Ивановича Макеева. Я сам поиграю, декан факультета физической культуры, другие представительные лица. Сделаем полуфинал и финальную игру. А то, что сегодня к вам пришли профессиональные футболисты футбольного клуба УФА, для вас это значимое событие? В целом, для университета и данного мира? Да, действительно, очень значимое. Во-первых, один из них – это наш студент, действующий, когда он закончит. Я думаю, как выпускник будет принимать участие, Вильям Доливейра. А второй, я думаю, это будущий нас абитуриент, который будет также к нам поступать. Мы приветствуем вас на турнире по мини-футболу в рамках футбольной недели 17 треков по культурной физической культуре. Вильям Доливейра, аплодисменты! Ну что же, наша футбольная звездочка, и вместе с ним поздравить пришел Диего! Поприветствуйте! Диего Карлов! Прошу, мы видим, что у ребят в руках замечательный подарок, когда останется кому-то из тех, кто стоит напротив вас. Вы сейчас это сделаете? Я знаю, что вы торопитесь, конечно, на тренировке. Что-то скажете? Мы хотели подарить вот это мяч наш декан, мяч на футболику ГУФА. Взял, наверное, еще много лет на университет, и все будет хорошо. У всех членов команды ГУФА! Аплодисменты! Ну, очень приятно, что приходить на атаку, соревнования. Тем более, что сегодня будет день футбола, да? И мы как раз в футбол играем. Ну, приятно, смотри, ребята там, будет играть в футбол. Но это всегда хорошее, да, для здоровья, для всех. И поэтому я желаю ему все это, которые участвуют в успехе в дальнейшем, не только в футболе, но и в своей жизни. И четвертая команда. Команда легендарных спортсменов Республики Божьего Роста. Эти люди сегодня специально пришли для того, чтобы подчеркнуть значение культуры для Республики. Для того, чтобы отдать данное уважение этому великолепному учебному заведению. Эта команда, которую мы сегодня называем просто ВИИ. Давайте поприветствуем. И я сейчас сейчас расскажу прочитать, что все участники этой команды будет два замечательных спортсменов. И это прежде всего, господам, вы только сейчас думаете, все слова, которые я буду говорить. Арбитер Ассоциации линии футбола России. Лучший арбитер России по мини-футболу сезона 2013-2014 годов. Сергей Шпинько. И, конечно же, сегодня составили команду, будет играть. Арбитер ФИФА. Арбитер пример Лиги России. Валерий Танченко. Артем, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в этой команде? Я как бывший студент, ну, не бывший студент, бывших студентов не бывает, как выпускник БГПУ был приглашен на этот турнир не только в качестве выпускника, а так и как представители Федерации футбола. Нас пригласили представители Федерации футбола, меня, Валерия Данченко, Сергея Шпинькова, в качестве гостей на этот турнир. Поэтому нам было очень приятно принять это приглашение и поучаствовать в этом турнире. В чем вы видите пользу данного мероприятия и в целом проведения сегодняшнего турнира? Ну, в первую очередь мы как бы популяризируем этот вид спорта, вообще спорт в целом. Сегодня много студентов пришло, нынешних, я думаю, которые заразятся тем, что даже выпускники находят свободное время, чтобы поиграть в мини-футбол, футбол в целом. Поэтому, думаю, пропагандируем здоровый образ жизни. А ваша команда ставит какие-то конкретные цели на данные турниры? Конечно, мы всегда ставим задачу первое место, второе, четвертое место не бывает, бывает первое, ну, максимум третье. Поэтому будем прикладывать все усилия, чтобы добиться своих поставленных задач. А вот, кстати, на данном турнире также участвует профессиональный студия Валерий Данченко. И как вы можете сказать, кто лучший на данный момент футболист? Валерий Данченко или начальник команды Артем Кашуба? Я думаю, как в футболе не бывает, ну, бывают отдельные личности, там, Месси, Рональда. В данном случае мы как бы полноценные члены команды. И поэтому, если я выйду, а Валерий не выйдет, конечно, у него ничего не получится. И, соответственно, у меня. Ну, а так, это шутка, конечно. Валерий Данченко бывший футболист. Я думаю, он сейчас удивится своими навыками работы с мячом. Поэтому мы друг другу ни в чем не уступаем. Что касается непосредственно турнира, то команда с условно названием ВИП под предводительством Артема Кашуба и Валерия Данченко и декана факультета Александра Костарева в полуфинале со счетом 3-6 уступила более молодым представителям педагогического колледжа. Зато в матче за бронзу, уступая по ходу встречи 0-2, ребята собрались, заменили вратаря на пятого полевого игрока и вырвали победу со счетом 5-4. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в этой команде? В этой команде я оказался в приглашении Артема Кашуба. Мы давние друзья, мы дружим с семьями. Поступило предложение, почему нет? Иногда нужно менять род деятельности, не только быть арбитром, но и футболистом. И как ощущали себя в роли футболиста? Прекрасно, потому что раньше я играл в футбол в школе Николая Гастелло. И поэтому футбол невозможно забыть. Футбол – это стиль жизни, это моя жизнь, скажем так. И вот, говоря об этом турнире, то в матче за третье место вы показали образцовую игру. Ваша команда уверенно обыграла сборную педагогического университета, но в полуфинале, к сожалению, уступила педагогическому колледжу. С чем связываете данный результат? Наверное, скорее всего, с тем, что наши соперники в первой игре были немножко помладше нас. Видно, что мальчишки играют в каких-то командах. Я знаю, что некоторые из них играют даже в дубле ФК Уфы. Поэтому они были немножко быстрее, они техничнее. Но мы были тоже неплохи. Мы показали определенный результат. Ребятишек поздравляю, молодцы, что нас обыграли. Пожелаю им удачи в этой игре. Ну и в целом, ваши впечатления по данному турниру? Я думаю, прекрасно. Все прекрасно. Самое главное, что есть движение, есть футбол, есть молодые команды, есть ветераны. Сейчас как раз в финале будут играть наши ветераны, которые бывшие футболисты. Поэтому я считаю, что это очень прекрасное начало. Дай Бог, чтобы все продолжалось. На этом все. В эфире было телевидение футбольного клуба Уфа. Наша республика, наша команда. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова